Ох, хорошие чувства будут праздники. Ох, рады будут дети меня видеть. Целый год не виделись. Глядишь, и забыли уже деда-то, а? В свой день рождения барнаульский дед Мороз Андрей отмечает скромно, но нарядно. Шуба, традиционный макияж и, конечно же, длинная борода. Говорит, главный праздник еще впереди. Нравится дарить детям радость, улыбки какие-то, создавать для них сказку. Ну, что-то, в общем, такое в этом есть душевное. И, наверное, это даже меня, как взрослого человека, опять же, погружает в какие-то приятные детские воспоминания. В роли деда Мороза Андрей уже третий год. Отмечает, за это время успел не только подарить людям сказку и ощущение праздника, но и заставил снова поверить в его существование. Девочка в определенный момент заходит и видит, что подарки уже готовы. Снег, следы. Что это такое? Кто это был? Это что, дед Мороз? Она, естественно, ее следы ведут на балкон, она выходит на балкон и вдруг видит, как дед Мороз идут со снегурочкой. И она говорит, вау! Так значит, он существует! Всего за пару предновогодних недель Андрей успевает устроить порядка 50 праздников. К работе подходит ответственно. Готовится уже сейчас. А как дед Мороз празднует свой день рождения? Как? Дарит подарки. Радость людям в дом приносит. Дед Мороз признается, конкуренция в Барнауле не маленькая. И с каждым годом количество дедушек только увеличивается. Но, по словам Андрея, это его не пугает. И он уже готов радовать и детей, и взрослых. Осталось только починить посох, сломанный на прошлогоднем корпоративе. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.